Сегодня, господа, мы обсудим 15 летних вещей первой необходимости. И начнем мы с того, что поговорим о лучших летних туфлях. Когда я говорю об идеальных летних туфлях, то я имею в виду такие, которые можно надеть с любой одеждой из своего гардероба. Что-то можно надеть в жаркую погоду и при этом не перегреваться. Что-то, в чем я мог бы наматывать километры по городу и при этом, чтобы это было удобно. То, что подошло бы практически для любой ситуации. Но в реальности, господа, нет таких идеальных туфель, поэтому, проще говоря, думаю, что вы можете создать коллекцию обуви, которая будет служить вашим потребностям. И это, на мой взгляд, самое главное. Вам надо спросить себя, что я буду делать этим летом? Я буду в них просто ходить на пляж? Может, буду гулять по городу? Или отправлюсь в поход? Вот о чем надо подумать. Распознать ваши потребности и затем покупать подходящую обувь. В целом, обувь с более высокой шнуровкой будет лучше держаться на ноге. Она хорошо подходит для долгих прогулок или для похода. Так что, будь это ботинки или кроссовки, если вы собираетесь много ходить, то вам нужна обувь, которая будет прилегать к ноге, а не елозить по ней. Что насчет цвета? Все просто. Более темные цвета будет проще совмещать с вещами из вашего гардероба. Особенно, если у вас есть много темных вещей, то у вас уже полно нарядов, которые подойдут к этой обуви. Ну, а более яркие модели со сложными цветами и рисунками, они будут более заметны, людям проще их запомнить и, скорее всего, вам будет некомфортно надевать их снова и снова. Что насчет классических белых кроссовок? Лично, на мой взгляд, это отличная вещь, которую надо добавить в свой летний гардероб. А если у вас тряпичные, то их можно заменить на кожаные. Но у тряпичных кроссовок есть много преимуществ. Они легкие, в них прохладнее и они дешевле. Ну, давайте поговорим о летних ботинках. Вы, наверное, сейчас спросите, Антонио, завязывай, разве есть летние ботинки? Ну, не совсем, но зато есть пустынные ботинки или чукка. Мне они нравятся, потому что в них используются легкие материалы, так что если вам нравятся ботинки и вы хотите найти себе летнюю пару, то обратите внимание на толщину кожи. Единственное, что мне не нравится, когда берешь очень тонкую кожу. Она может порваться со временем, но в любом случае можно выбрать дизайн с более низким голеностопом. Они будут удобнее. Может, для похода не подойдут, но точно подойдут для жаркой погоды. Еще одни летние ботинки, которые я обожаю, это Челси. И мне, конечно, очень симпатизируют дополнительные 3 сантиметра в пятке. Они из светлой кожи. В целом, светлая кожа для лета лучше подходит. Они из легкого материала и это простые слепоны, так что это очень удобно. Что ж, давайте вернемся к лоферам. Если бы я должен был выбрать всего одну пару обуви, олицетворяющую идеальную летнюю обувь, то это были бы лоферы. Они разных стилей и видов. Это классические мужские туфли. Что мне в них нравится, каждый раз, когда я их надеваю, это восхитительно. Они невероятно удобные. И все дело в коже и дизайне. Они по ощущениям как пара шлепанцев. Единственное, о чем бы я предостерег, так это подошва. Она скользкая, так что если вам нужно хорошее сцепление с землей, для этого есть топсайдеры с резиновой подошвой. А в целом, эти туфли, они бесподобны. Я так и представляю себе, как я гуляю в них где-то в Европе и чувствую себя прекрасно. Как я и говорил, что существует большое разнообразие, эти сделаны Джей Батлер. Эта модель тоже с пряжкой. Но как вы заметили, у них перфорированная кожа. Если вы ранее не слышали о перфорированной коже, то это кожа с маленькими отверстиями, чтобы нога могла дышать. Говоря о дизайне, если вам не нравится эта модель, то вы можете взять себе пеннилоферы. Эти более консервативные. Но они также темного цвета, синяя замша, и они тоже перфорированные. Мне нравится, что у них резиновая подошва, она не такая скользкая. Но проблема – это их качество. Они, наверное, смогут прослужить вам всего один сезон. Мы поговорили о цветах, давайте обсудим материалы. В чем разница между замшей и обычной кожей? Обычная кожа будет более прочной. Она чаще всего встречается, и, пожалуй, она будет более разнообразной. Но в любом случае, если вы ищете что-то, чтобы немного выделялось и обладало структурой, тогда подумайте о замше. Что в ней прикольно, во сне можно надеть очень простой наряд. Туфли будут говорить сами за себя. Да, они прекрасно выглядят и выделяются на общем фоне. И они, конечно, сделают вас более стильным этим летом. А это уже бонус. Мои самые любимые летние туфли – это двойные монки. Они очень удобные и невероятно стильные. Я могу надеть их с костюма, могу носить с джинсами. Но если вы ищите себе летние туфли, то смотрите на монки с двумя ремешками. Далее в нашем списке летних вещей – это красивые часы. Но не просто абы часы. Нам нужны такие часы, которые бы и выглядели хорошо, и в которых я бы мог прыгнуть в бассейн. Об этих часах я уже говорил ранее, а не из моей коллекции. Это Rolex Яхтмастер. Что мне в них действительно нравится, так это сочетание металлов. Два оттенка – розовое золото и сталь. Это шикарные часы. Немного блестящие, но не слишком. Они делают свое дело и следят за временем. Но это также и статусная вещь. Когда ты носишь такие часы, то женщины особо это не замечают. А вот мужчины, которые в теме часов – еще как. И очень часто это деловые парни, которые обращают внимание на детали. Еще один пример отличных летних часов – это Rolex Submariner. У этих нет никаких дат, они очень минималистичны. И это красивые часы. Это классика, они уже довольно давно существуют. И, конечно, они защищены от воды. С ними можно нырять на 200 метров. Но самое главное, что когда ты покупаешь себе такие часы, то тебе не надо переживать о том, чтобы купить себе какие-либо еще часы. Это часы, которые можно будет носить не только летом, но и зимой, да и вообще в любое время года. Если Rolex – это не ваша тема, и вы просто хотите красивые дайверские часы, которые чем-то похожи на Rolex, но более доступные, тогда обратите внимание на Tudor. Это отличные часы. У меня модель Black Bay 58. Это, пожалуй, одни из самых любимых часов в моей коллекции. Они отлично сидят на моей руке, и в целом их дизайн и ощущения на руке превосходны. А что, если вам хочется что-то уникальное, но при этом узнаваемое? Вы ищите прекрасные дайверские часы высокого качества, но при этом вы не хотите переплачивать? Парни, есть сотни микробрендов. И одни из таких, которые я могу вам порекомендовать – это Monta. Я купил эту модель Ocean King за свои деньги, и мне они невероятно нравятся. И давайте не забывать про ремешки. Вам не обязательно всегда носить металлический браслет, потому что не все из вас собираются плавать с часами. Так что можно выбрать что-то более изящное. Лично мне очень нравится это сочетание коричневого с бронзой и синим циферблатом. Очень красивые часы. Кстати, это Yemma. Роскошная компания. Я как-то отправился понырять, и получил в подарок эти часы прямо от владельца. Я был тогда сыном, мы провели неделю в красивом месте. И вот что самое ценное, когда ты покупаешь себе такую вещь, то это воспоминания, которые идут вместе с этой вещью. Говоря о ремешках, то я бы хотел вам показать эти часы от EMG. Модель Nemo в желтом. Я очень люблю этот цвет. Он выглядит необычно. Они тоже относительно доступные. У них браслет сделан рисинкой, так они это называют. Мне очень нравятся такие детали. И даже за небольшой бюджет, в сотню баксов можно найти достойные часы. Это компания Восток. Они уникальны тем, что на циферблате 24 часа. Такое не увидишь в обычных часах. Если дайверские часы это не ваши, я понимаю, тогда обратите внимание на полевые часы. Это одни из военных часов, которые сделаны специально так, чтобы вы могли бросить взгляд на часы и сразу понять сколько времени. Вот у меня в руке Rolex Explorer. Это классические полевые часы. Еще одна модель в моей коллекции это Monta Triumf. Мне очень нравится, как в этой модели сочетаются цвета. Я увидел их на сайте и сразу купил. Несмотря на то, что я мог настраивать и выбрать другой ремешок, я не стал, а просто взял эти. Мне нравится, как этот коричневый ремешок сочетается с этим синим циферблатом и серебряная сталь. А стрелочки, когда я смотрю на них и на маркировку, они очень легко читаются. Для меня это олицетворение полевых часов. Я должен взглянуть на них и сразу понять, сколько время. И, возможно, влюбиться в то, как они красиво выглядят. Говоря о часах, господа, вам не надо тратить тысячи долларов, чтобы купить себе качественные часы. Вот эти Timex очень доступные. И они прекрасно делают то, что должны делать полевые часы. Они точно показывают время, они кварцевые, поэтому они будут дешевле, чем механические. Так что да, они мне нравятся, и я ношу их периодически. А что насчет часов, которые можно было бы носить во время тренировки? Часы, которые не боятся царапин? Часы, в которых можно заниматься спортом и следить за временем? Господа, обратите внимание на G-Shock. Вы слышали уже этот бренд? Но вы, наверное, не знали, что они выпускают сотни различных стилей. У меня в руке MTG Steel. Я отправился с ними в Орегон, когда сплавлялся по реке. Меня выбрасывало из лодки много раз, и я ударял их о множество камней, а с ними все было в порядке. Мне нравится, как они выглядят, и да, это очень крутые часы. А если вас интересует что-то более дешевое, то есть и такие модели, которые идут до сотни долларов. Это модель Мадмастер. Я беру их с собой на тренировку, или когда иду с дочками в бассейн, или когда подрезаю деревья во дворе. Если их ударит веткой, то они уцелеют. Поговорим о летних рубашках. Я подготовил для вас три варианта. Начнем с самого простого, это футболка с V-воротом. Заметили, я не сказал с круглым воротом. Я сказал V-образный воротник. Летом вы будете носить меньше одежды, вы не будете надевать несколько слоев, поэтому вам надо выглядеть хорошо просто в футболке. В чем ее преимущество? Она делает вас стройнее и привлекает взгляд в область груди. Делает ваш образ более мужественным. Это, конечно, casual стиль, но если у вас хорошее тело, то она выглядит прекрасно. Еще вариант Пола. Она в ходу уже десятки лет. Что мне нравится в хрустящем чистом поло, его можно надеть и со спортпиджаком, брюками и туфлями. Или же я могу надеть его с парой шорт. Ошибка, которую делают мужчины, они не могут найти подходящий бренд, который был бы им по размеру. Чтобы когда они его надели, то оно отлично сидело на их теле. В этом и заключается трудность найти то, что вам подходит, а затем уже остается только покупать дополнительные поло другого цвета, которые вам нравится носить и которые будут сочетаться с другими вещами из вашего гардероба. А что же насчет ярких цветов и плетеных пола? Думаю, они чудесны, но они не будут столь разнообразными. Их не получится сочетать с множеством вещей в вашем гардеробе. Но если вы обычно носите только такой тип рубашек, помогут вам выделяться и выглядеть потрясно. И вот вам еще один совет. Если вы нашли бренд, который вам подходит и вещь по цвету, которая вам нравится, то не бойтесь купить запасную вещь. Следующая рубашка, которая должна быть у каждого мужчины, это рубашка с длинным рукавом, которая сделана из дышащего материала. Может, я слишком обобщил, поэтому давайте объясню. Рубашка с длинным рукавом? Почему именно длинный рукав? Ну, потому что если вы слишком худой или полный, то поло или футболки не всегда демонстрируют ваше тело в выигрышном свете. Поэтому если выбрать длинный рукав и подкатать его, тогда это выглядит куда лучше на вас. Обычно рубашки с длинным рукавом, как на мне сейчас, они изготавливаются из тяжелых материалов. Поэтому надо поискать более легкую ткань. Обратите внимание на рубашки из хлопка или льна, или синтетических волокон. Не могу сказать, что что-то из них лучше, чем другое, зная, что многие наоборот предпочитают синтетику. Главное, это эффективность и воздухопроницаемость. Это признак качества. Рубашка у меня в руках выполнена из суперлегкого хлопка. Если посмотреть на свет, то я могу смотреть сквозь нее. Следующая опция, которую можно встретить, это лен. Единственная проблема с ней, так это то, что она очень быстро мнется. Вот эту рубашку я гладил, наверное, час назад. В общем, проще говоря, если вы ищете себе повседневную рубашку, что-то для чего не надо наряжаться, то лен – это отличный выбор. А вот гибрид, который можно встретить, это микс из льна и хлопка. Когда их смешивают, то получается вещь с лучшими качествами от обоих материалов. Легкая, дышащая и не сильно мнется. И, конечно, не забываем про перфоманс рубашки. Когда вы смотрите на эту рубашку, то замечаете форму воротника и дизайн в целом. Думаю, это их слабая часть. Но если вам нужна повседневная рубашка, которая бы стала вашей рабочей формой, то такая рубашка – это отличный выбор для вас. Перейдем от рубашек к тому, что можно накинуть сверху, если вам надо принарядиться. И это не обычный пиджак, а пиджак без подкладки. В общем, это такой пиджак. Если мы взглянем на тыльную сторону, то мы не увидим дополнительной ткани. Это позволяет ему лучше пропускать воздух, особенно если надеть правильную рубашку. Да, вам будет в любом случае тепло, но воздух может проходить через ткань и ваше тело сможет дышать. Такие пиджаки обычно сделаны из льна, шелковых миксов. Также можно встретить и хлопок. Если пиджак без структуры, если у него нет подкладки, это означает, что он подходит для жаркой погоды. И верите вы или нет, но за него придется заплатить чуть больше денег. Отсутствие подкладки означает, что производитель потратил больше сил на отделку внутри. Но что мне нравится, в этом пиджаке ты можешь круто выглядеть и не перегреться в жаркую погоду. Давайте теперь поговорим о брюках, шортах, чинос и тропических брюках. Итак, шорты – главное, на что мы смотрим, подходят ли они к ситуации, подходят ли они по размеру. И выбираете ли вы чистый классический стиль. Если говорить о размере, то мне нравится, когда шорты чуть выше колена на 2-4 сантиметра. Потому что тут главное не переборщить. Если будут короче, то это уже похоже на плавки. А если ниже колена, то это уже не шорты, а бриджеры. Насчет минималистичного дизайна, я ничего не имею против рабочих шорт, но их рынок слишком перегрет и они супер-кэжуал, особенно если они уже разваливаются. Поэтому лучше присмотреть себе, шорты, у которых нет карманов и всяких пятен. Серые, коричневые, бежевые – такие шорты будут прекрасно сочетаться с большинством вещей из вашего гардероба. Поэтому выбирайте примерно те же цвета, которые вы бы выбрали для своих брюк. У Чинос очень большая палитра коричневого цвета. От светло-коричневого, песочного до темно-коричневого. Но вы, конечно, можете привнести сюда и цвет. И многие парни тут останавливаются и забывают про то, что можно надеть синее или красное. Можно спокойно надеть красный Чинос и синий спортпиджак. Вообще очень даже прикольная комбинация. Давайте теперь поговорим про тропические брюки. Многие мужчины даже и не имеют понятия об их существовании. А это очень легкие брюки, которые еще и элегантно выглядят. Их можно носить со спортпиджаком или просто с рубашкой. При этом они придадут вам более аристократичный вид. У многих парней таких нет в гардеробе, поэтому можете задуматься о том, чтобы приобрести их себе. Господа, когда приходит лето, то вам надо хорошо пахнуть. И вам лучше выбрать что-то очень легкое. И самое прекрасное это то, что существуют сотни опций для выбора, которые не стоят много денег. Versace Man U Fresh или David of Cool Water. Это классические ароматы, которые готов поклясться понравиться большинству людей. Они свежие и ненавязчивые, к тому же они долго держатся. А если у вас есть небольшой бюджет, и вы хотите что-то свежее, ненавязчивое и элегантное, проверенное временем, то точно попробуйте Aqua Digio. Это великолепный аромат. А если хотите что-то более скромное, что можно надеть в офис даже когда жарко, тогда попробуйте Dolce & Gabbana Key. В любом случае, когда деньги это не проблема, и вы хотите круто пахнуть и привлекать дамочек, тогда, господа, рекомендую попробовать Allure Sport Om от Chanel. Это великолепные духи, которые нравятся женщинам. Ну или вы хотите духи для себя, чтобы вызывать ощущение, словно вы кушаете фрукты где-то в Средиземноморье. Все говорят про Крит Авентус. Но вот эти мои любимые. Крит Ролфа. Говоря о духах, которые надеваешь для себя, если вы хотите пахнуть как настоящий мужчина, тогда попробуйте NTS или Kouros. Они пахнут словно скала без рубашки прямо у вас перед лицом с испариной. А вот эти пахнут как скала, но уже в спортпиджаке и тоже с испариной. Так что да, это крутые духи. Оба немного анималистичные, но при этом шикарные ароматы. Мне нравятся. Далее в списке первостепенных вещей, господа, очки. Серьезно, какое лето может быть без отличной пары солнцезащитных очков? Самое прикольное при их покупке, это то, что вы защищаете свои глаза, вы выглядите круто. Да, они обрамляют ваше лицо. Они добавляют симметрию, что делает вас более привлекательным. Но пара классических хороших очков, которая не выйдет из моды. Поэтому я рекомендую для мужчины три стиля. Первый это Клабмастеры. Это классический стиль, которому уже десятки лет. Хотите привлекать больше внимания, купите себе вайфареры. Мне нравится в них то, что они чуть больше обрамляют лицо. Очки, которые я только что снял, от Мауи Джимс. Эти у меня от Энами. Это отличный бренд, который будет более доступным. Эти тоже от Энами. И это классические авиаторы. Что мне нравится в авиаторах, так это то, что они подходят практически под любой тип лица. И они отлично справляются с защитой. Ну, потому что они были для этого сделаны. Авиаторы на большой высоте, им необходимо защищать свои глаза от бликов и солнца. Так что да, классические очки. Если найти для своего лица подходящий размер обрамления, то они вас сделают неотразимым. Следующая вещь, это аксессуар, о котором многие забывают, купите себе хороший ремень. Мы все знаем правило, что ремень должен сочетаться с обувью. Но не бойтесь экспериментировать. У меня тут ремень с текстурой крокодила. Так что если вы хотите стильный летний образ и собираетесь ходить в рубашке и брюках, тогда вам пригодится что-то, что выделялось бы сильнее, чем ваша обувь. Тогда приобретите себе хороший ремень. И это не обязательно всегда должно быть нарядно и красиво. Можно также и повеселиться. Видите эти цвета? Такое можно надеть на 4 июля или на День Патриота. Да, это забавный ремень и это мне нравится в ремнях. Это отличный аксессуар, с которым можно поэкспериментировать. Далее в списке основных вещей, парни, надо иметь хорошую книгу. Для меня это богатый садовник. Я, наверное, буду читать эту книгу уже в третий раз. Я уже два раза прослушал аудиокнигу. Она отличная. Мне в ней нравится то, что здесь сочетается очень много других книг. Говорится о том, как прожить жизнь, полную процветание. И речь не только о деньгах. Да, финансы это важно, но когда дело заходит о душе, об удовлетворении, о жизни, которая стоит того, чтобы жить. Так что это сильная книга. Если вы ее не читали, то можете купить ее на Амазон или Аудибл. Шикарная книга. Рекомендую для летнего прочтения. Конечно, я ничего не имею против новелл. У меня у самого есть на примете парочка. Но вот такие книги, они меняют ваш взгляд на мир. Ну и давайте поговорим о летних шляпах. Как выбрать идеальную шляпу, как это сделать, парни, у меня для вас есть вот это видео. В нем я говорю о различных стилях, типах шляп и как выбрать подходящую. Обо всем об этом в данном видео.